Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вот есть такое слово «сноб», «снобизм», то есть люди, считающиеся людьми высокого полета, благородного происхождения, даже говорят, есть журнал там или интернет-сайт «Сноб», где там всякие Ксюша Собчак, Фили Киркорова там могут мелькать, прочие товарищи, считающие себя дельфинами, а нас анчоусами. Ну, бог с ними, главное происхождение этого слова. Откуда взялось слово «сноб»? Из латыни, из Древнего Рима. Какой-нибудь Патриции приглашал гостей, поручал какому-нибудь рабу своему составить список этих гостей и как-то их там проранжировать, и тот на восковой дощечке хозяину подавал список. Вот публий, луциний такой-то, крас такой-то, такой-то, и некоторые имена, где он ставил пометку «сноб», то есть это переводится как расшифровка «синенобилитас», «синенобилитас», то есть без благородства. Человек неблагородного происхождения, который за деньги купил какую-то государственную должность, поэтому стал вхож в высший свет. Это презиралось. Человек второго сорта, как бы гость неблагородного происхождения. То есть ничего хорошего в этом слове нет, «сноб». А сейчас люди стали этим гордиться, «сноб», журнал так назвали, посходили с ума совсем. Ну, не мы одни, весь мир сошел с ума, пора возвращаться в реальность. В этом году у меня было такое событие, я читал лекции в Институте развития образования, причем такой категории очень интересной, то есть это начальники городских районных отделов народного образования всей республики Торстан. Люди, которые управляются на местах, нашим образованиям, им подчиняются директора школ, коллективы школ. Ну, вот, скажем, пятница была у нас такой день плотный, лекции там, тренинги и так далее. А в субботу их осталось уже так меньше половины. Ну, и там у нас по плану семинар был. Я говорю, я вам вчера надоел, вы мне тоже, собственно говоря, у нас семинар, давайте просто поговорим действительно по семинариям. И вот много интересного от них услышал, узнал. Вот, скажем так, что вот сейчас в сельской школе, или вообще в деревне у нас, учитель считается олигархом. Это сейчас самая высокооплачиваемая категория населения в сельской местности. Им даже завидуют где-то там уже, гудят, вот мы тут вкалываем на полях, а вы там в школе фигней занимаетесь, а у вас зарплата выше, чем у нас и так далее. Так что здесь тоже, значит, не так все плохо. Сейчас, кажется, учитель сельский стал олигархом. И в городские школы даже мужчины стали идти, повышение зарплаты стало достаточно заметным для того, чтобы люди стали интересоваться работой в школе, а там уже стали уже и требования предъявлять. То есть это инженер, даже информатика хороший, а некий хоть диплом какой-то о педагогическом образовании, и высшее образование, хоть курсы хотя бы, чтобы ты вообще был методически подготовлен, значит, уже неплохо, хорошо. Но главный вопрос я им задал такой, вот хорошо, мужики, вот все мы ругаем, тут ЕГЭ, образование, те реформы, что творится, да, я ругаю, директора школы ругают, учителя ругают, даже вы ругаете, те, которые вот управляют образованием, проверяя вас и в Министерстве образования, и в Москве, и в Казани, тоже ругают эти реформы, да. Но где же сидит тот враг, гад, который нашими руками все равно его уничтожает? Как бы его вычислить, найти и задушить. Ну, надеюсь, скоро нам это удастся. Так, и еще о педагогах. Вот, ну, в каких-то беседах, семинарах, даже на лекциях иногда прошу предплывателя задуматься такой вещью. И школьных, и вузовских. Ну, ставим такая таблица мысленная, да, плюс-минус. Какой минус нашей профессии, да? Ну, все говорят, зарплата. Зарплата низкая, зарплата плохая. Кстати, ничего подобного. Я недавно прочитал на сайте Росстата. Зарплата преподавателя вуза в Торстане 44 тысячи рублей. Вот у меня 20, а средняя 44 тысячи рублей. Потому что сравнили мою зарплату, ну, и какого-то из начальства там вузовского. И вычислили среднюю температуру по больнице. Спасибо за внимание. Это очень интересно. Вот. Ну, несмотря на то, что зарплата школьных учителей как-то, значит, стала немножечко вроде вырастать. Кто-то еще добавил, кроме этого еще один минус есть – бесправность. Профессора не может сделать так, чтобы студента отчислили. Сколько ставь ему двоек, он все равно до пятого курса будет так ходить с хвостами, все равно придет потом. Ну, просто из жалости поставишь ему тройку и говорит, черт с тобой. Вот какие плюсы все-таки у нас, кроме зарплаты, да, которая плохая. Ну, скажем так, у нас отпуск летом, всегда два месяца. У нас свободный график работы. Учислий школ, конечно, нет, а вот у узких продавателей довольно свободный. Бывают лекции, ну, дни вообще без лекций, да, бывает график, который как можно отрегулировать. За счет этого графика можно, кстати, компенсировать недобство зарплаты. Один школьный учитель черчения, еще в газете 1 сентября, написал, говорит, я школьный учитель черчения. Я получаю нищенскую зарплату. Но за эту зарплату я в неделю веду два урока черчения в 11 классе, один урок в 10. Все остальное время я черчу курсовые проекты студентам-бездельникам за деньги, за очень хорошие деньги. Ну, выкрутиться можно, конечно. Конечно, безобразие, что так, да, но все-таки можно ситуацию исправить. Еще одно преимущество – энергия. То есть мы много часов в день проводим в обществе просто молодых организмов. Вот чисто как белые вампиры на лекции, да просто в коридоре, да, молодые организмы дают себе свою энергию. Отдаешь своей много, да, но еще больше получаешь, всасываешь ее. То есть обратная ниточка, связь, она порвалась, у них никогда не было, только отдаешь энергию. Только эмоциональное выгорание. И становишься злой училкой, злым преподом. Надо всасывать. Я вот преподавателям, которые, ну, хорошие ученые, профессора и прочее, ну, вот не любят они студентов, они мешают жить. Говорю, ну, иди-то на лекцию, не надо их любить. С установкой иди, пойду свежей кровушки попью полтора часа. И ты будешь всасывать эту энергию, хотя бы не будешь так их ненавидеть, уже хорошо, да. И еще одна маленькая тонкость такая есть, да, хороший учитель после смерти попадает в рай, потому что в аду он уже был. Знаете, вспоминаются те вот, ну, трагические, хотя и романтические, интересные годы нашей истории. Ну, 30-е годы знаменитые, 37-й, 38-й. Ну, сейчас историю уже не очень много знает молодежь, там не очень хорошо. Да и много там и вранья. Но, действительно, было много трагического, но и много романтического. Вот часто Лаврентий Павловичу Берии приписывают вот эти вот репрессии и прочее. Он, конечно, тоже не был ангелом, все это так. Но, вообще-то, это был Ежовский репрессий, вот, 37-й, 37-й год. Ежовцы шлепнули, собственно говоря, за это. Лаврентий Павлович, заступив на пост начальника, ну, наркома НКВД, ну, представьте, он получил в распоряжение вот 600 тысяч дел по промпартии, там, по разум другим, родительству и так далее, где осуждались им ученые, инженеры, крупные конструкторы, включаясь, там, Туполева, там, и так далее. Хотя, там, боюсь, из-за дела бывало. Туполев, собственно, за растрату сел в государственных средствах, там, Королев тоже спроектировал крылатую ракету. Гироскописты сказали, мы не сможем сделать автопилот на таких ускорениях и на таких перегрузках. Он уперся, деньги потратил, ракета полетела не туда. Его не обвинили в том, что он хотел убить генералов или товарища Сталина. Вот деньги растратил, толку нет, на Колыву. Туполев в том спас его. Ну, как? Вот там, Лаврентий Павлович Берия, ну, как решил? Пересмотреть дела, ну, это очень долго, да? Он этих просто, этих ученых, конструкторов, вот, обидел в эти, так называемые, шарашки. И Солженец он работал, и вот Тупольевское КБ, их туда всех свозят, они прямо в родном КБ сидят за решетками, прогулочная площадка на крыше, и проектируют самолеты прямо здесь, в своем родном КБ, будучи в заключении. И однажды Сергею Андрею Николаевичу Туполеву сказали, маловато у вас сил, конструкторов, надо усилить ваше КБ. Напишите списочек, кого бы сюда еще привлечь. Ну, вот Туполев почесал лысину и задумался. Если напишу тех, кто в лагере, кстати, Королев был в лагере, он его спас, его дипломник был, его из лагеря привезли уже в эту контору, шарашку. А если человек на свободе, а я его запишу, что тогда будет? И сказал, пойду от абсурда, не могут же они посадить весь наркомат авиационной промышленности. И он составил список из двухсот фамилий. Их туда отставили в КБ, и оказалось, большинство из них были уже арестованы и сидели в лагерях. Так что вот такие были истории, и трагические, отчасти даже смешные. Но самолет-то они сделали. Это был Ту-2, фронтовой бомбардировщик, который свой хороший вклад внес в победу в Великой Отечественной войне. Как-то в свое время услышал по радио, ну, так, современные радио, бим-телебим, там и прочее, хахоньки и прочее. Ну, два ведущих, два молодых человека, парни. И вот они еще коснулись темы. Тогда, помните, было, ну, Митрий Анатольевич Медведев, ну, избрался на пост президента. Владимир Владимирович занял, значит, пост премьер-министра. Вот. И вот эти, значит, два товарища, так, ухмыляясь, говорят, а что ж теперь у нас одного избрали, а другой еще пока на посту? А что ж у нас два президента, что ли? Ха-ха-ха, какая уникальная ситуация. Я всегда удивляюсь на таких товарищей, вроде служат госдепу, оплевывают свою страну. Да вы поинтересуетесь, как устроена американская система, конституция и все остальное. Один товарищ, значит, стоит, ну, в Москве, правда, говорит, да, в Далласе, столице штата Техас, там случилось то-то и то-то. В Далласе, это самый крупный город о мире, ну, в Техас, там президента Кеннеди убили. А столица штата Техас, небольшой городок Остин. У них очень часто небольшие городки являются столицей штатов. Или другой уже прямо стоит в Калифорнии, говорит, в столице Калифорнии, Сан-Франциско, опять же, вот какое-то событие. Столица Калифорнии, город Сакраменто. Вот как раз там жил губернатор Шварценеггер. Это, кстати, тоже показатель западной политики. Она превратилась в шоу, когда актер Рейган или актер Шварценеггер, может быть, президентом, может быть, губернатором. Он, кстати, там не преуспел. Штат Калифорния имеет очень большие долги, хозяйство, он там не улучшил, у Телекона и Долина, конечно, спасает. Ну, это просто шоу. От них мало что зависит. Поэтому вот такая ситуация. Так вот, возвращаясь к президентам и двум. В Соединенных Штатах в следующем году, сейчас, да, выбор президента проходит в первый понедельник, в первый вторник, простите, после первого понедельника, ноября високосного года. Не выходной день, а во вторник после первого понедельника, високосный год. Избирается, значит, президент следующий, а инаугурация пройдет в январе. И три месяца избранный президент, ну, он изучает ядерный чемоданчик, секретнейшие документы, его выводят в курс дела по политике, там, во всем остальным вещам. В январе он вступит в конституциональную должность. А прежний президент пока продолжает свою работу. А к новому обращаются на так, господин избранный президент. Так что это не уникальная ситуация, это нормально. Во всех странах практически, где существует такая президентская система управления. И смеяться над этим не надо, надо сначала залезть, ну, хотя бы в Википедию, там же все есть. Нет, люди на радио выступают, несут ахинею совершенно вслух, в эфир, и еще при этом смеются. Это над вами надо смеяться, дорогие мои. На прощание хотел бы дать еще один такой совет. Вот знаете, можно очень часто слышать в бытовых разговорах просто вот такие фразы, типа, меня это бесит, этот сидор у меня уже в печенках сидит. Особенно по работе, конфликты, какие-то вещи. Еще раз напоминаю, мысль материальная. Подсознание наше, да, ну, хоть такой бы неудачный перейденный термин, говорят больше сверхсознание, ну, пусть подсознание, раз так привык народ, оно не имеет чувства юмора. Не понимает частицу «не». Нельзя говорить, у меня не болит спина, у меня, нет, говорит, я здоров, все хорошо, у меня все только утвердительное. Он юмора не понимает, частицу «не» не понимает. И вот когда человек говорит, у меня Иванов сидит в печенках, подсознание сканирует организм. Так, печень, вот она, а где там Иванов? Что-то там ничего нету. И дает команду, камни образовывать, прочие вещи. Мысль материальная, это очень вредно, вот, как говорят, не показывать на себе и не говорят на себе. Не надо говорить. Он мне мозги проел, он меня в печенках сидит, это меня просто бесит, это душит. Сбеситесь, получите камни в почах и так далее. Не говорите таких фраз. И вообще, не ругайтесь с людьми. От конфликта проще всего уйти. Если, конечно, что-то серьезного не касается, мы очень часто тратим свое здоровье, энергию, на всякие сфары, ссоры, там, в трамвае, на работе. Да, чаще проще в 90% случаев. Но плевать и забыть. Беречь свой организм, свою психику. До свидания. У вас все получится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин